Марс В 15-16 веках Магеллан, Колумб, Васкадыгама осваивали земной шар, искали новые континенты. Эпоха великих географических открытий кончилась, к сожалению. Нам в 20-21 веке, кто живет, уже на земле мало есть что искать. Подойти к разгадке Красной планеты ученые пытаются давно. Россия и Европа решили делать это в научном и техническом содружестве. Я не сомневаюсь в том, что, хотя мы только сегодня на старте этой миссии, что ее ждет успех с точки зрения научных результатов. И об этом говорят ученые как в России, так и в Европе. «Экзомарс» — совместный проект Роскосмоса и Европейского космического агентства. Старт орбитального аппарата в 2016-м. Тогда к Марсу полетит первая ласточка — зонд-разведчик. Следом, через два года, по тому же маршруту, отправится межпланетная посадочная станция с марсоходом. Предприятие научно-производственного объединения МИЛА очень делает сложную такую большую платформу, на которую наши ученые и европейские ученые навесят, наверное, 50-40-50 килограмм научных приборов для исследования, опять-таки, сейсмики Марса, климата Марса, ветров на Марсе, распределения давления на Марсе, потому что эта платформа сядет на поверхность, чего мы, в общем-то, никогда не делали. И одновременно у нее задача доставить туда ровер, который изготовлен в Европе, он называется «Пастер», тоже с таким довольно интересным комплексом научной аппаратуры, где тоже будет один-два российских научных приборов. Здесь, в лаборатории Института космических исследований, которой руководит Георгий Монагадзе, уже идет работа над научной аппаратурой. Аналогов оборудованию для будущей межпланетной экспедиции пока нет, но и ему еще предстоит отбор. Что мы собираемся делать? Мы собираемся забурить, допустим, клуб же полуметра, после этого извлечь реголит вместе с микробами, потом на специальной установке, которая будет стоять на борту, экстрагировать, то есть вытащить эти микробы из этого реголита. В декабре прошлого года весь мир ждал сенсацию с Красной планеты. Американский марсоход «Кьюриосити» нашел на Марсе органические молекулы, но однозначного ответа, откуда они взялись, ученые так и не получили. И вся ошибка американских специалистов заключалась в том, что они вот такие затраты несли. И сейчас тоже. Буря только на 5 сантиметров. Проникает только на 5 сантиметров. Я хочу сказать, что надо копать глубже. Это общее понятие как для исследования жизни, так и для науки. Копайте глубже и получите результат. Чтобы взять образец грунта с глубины до полуметра, российские ученые разработали специальный пур. Вроде бы небольшое устройство, но легко проходит даже сквозь кирпич. Эту установку мы используем для экстрагирования, то есть отделения микроорганизмов от почвы. Через грунт и заборник у нас сюда поступает образец почвы или мерзлой породы. Микроорганизмы всплывают, то есть они находятся в верхнем слое жидкости. И этот слой поступает вот сюда. Здесь у нас находится, установлено с помощью насоса, откачано, такое же давление, как на Марсе. Проба с микроорганизмами и жидкостью поступает на подложку, которая лежит внизу, и испаряется с помощью нагрева. Это лабораторный макет. На Марс, конечно, не полетит. На реальном приборе все действия будут выполняться автоматически. Однако принцип действия тот же. Извлечь марсианский грунт при помощи бура и проанализировать его состав по всем возможным параметрам. Здесь мы видим уже одну пробу, которая сюда загружена. И на мониторе можно видеть спектр пробы, который дает ответ на вопрос, из чего эта проба состоит. И мы уверены, что этот прибор даст ответ на вопрос, из каких элементов состоит грунт на поверхности Марса, а также содержит ли он органические вещества, в том числе и те, которые могут быть связаны с наличием жизни на поверхности. Если немного пофантазировать, то можно представить недалекое будущее. Ученые на Земле получают вот такое спектральное изображение. Это будет означать, что на Марсе есть биомасса, признак жизни. Значит, мы все-таки не одни в мире неживых огней. Субтитры создавал DimaTorzok